Смотрите, какой эффект пошел. Для сравнения, рядом бросаем вот в стакан. Дорогие мои друзья, коллеги по увлечению, кто первый раз на канале. Всех вас рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале о рыбалке и отдыхе на природе. Подслушано «Секреты рыболова». Друзья, сегодня поговорим об очень интересной прикормке, вернее о добавке к прикормке, которая сделает ее намного живее, намного активнее, которая поможет увеличить наши уловы. Но для начала, друзья, у меня к вам небольшая просьба. Если вы смотрите меня на каком-то стороннем ресурсе, не на моем, то обязательно переходите на мой YouTube-канал или на мой Яндекс Дзен, или на мой Рутуб, и там подписывайтесь. Так вы не дадите пропасть моим трудам. Найти меня очень просто. Можно забить «Послушные секреты рыболова» в Яндекс, в Гугл или в любой другой поисковик, и я сразу же на первой странице выйду. Там и YouTube будет, и все мои остальные ресурсы. Заранее вас благодарю. Итак, начинаем. Значит, методика эта не секретная. В интернете есть много информации, как изготовить такой гейзер, но при изготовлении вы, как и я, наверняка столкнетесь с трудностью. И я сегодня вам расскажу секрет, как эту трудность преодолеть. Значит, что рекомендуется обычно в видео. Вот, мы берем лимонную числоту обычную, и берем соду. Вот, смешиваем вместе между собой лимонную кислоту и соду. Ну, ориентировочно, если мы берем 10 частей, там, или 10 ложек соды, то на них где-то 7 ложек лимонной кислоты. Ну, то есть такое соотношение, 100% на 70. То есть лимонной кислоты всегда немного меньше кладется. И рекомендуется смешать, значит, вот эту лимонную кислоту с содой, и тут есть разные варианты. Для того, чтобы она лепилась и приобрела вот такую вот консистенцию липкую, чтобы можно было скатать из нее шарики, а тем более таблетки, значит, нужно ее непременно помешивать в течение длительного времени. Это может быть 10, там, минут 20 минут, 30 минут. И вот эта вот смесь, она впитывает влагу из воздуха, и она в процессе помешивания должна вот стать такой липкой. Вот, я сначала тоже мешал, очень долго мешал, но ни к чему хорошему это не привело. Все как было, так и осталось на месте. Значит, потом я нажел совет, что можно, значит, поставить вот эту вот смесь в ванную комнату, и там влажность повышенная, и она должна самоувлажниться. Значит, простояла у меня эта смесь в ванной комнате полдня, ничего не самоувлажнилось. Вот. Дальше я попробовал поставить ее около увлажнителя домашнего. Она тоже не увлажнилась. Вот. В итоге мне пришлось придумать способ, как ее увлажнить без добавления воды, потому что если мы воду туда добавим, тут же пойдет реакция, тут же все вспенится и все насмарку. И потом мне пришла очень интересная идея. Я взял кастрюльку, вот, налил немного воды на дно, нагрел ее буквально, ну, минуту на плите, потом взял, закрыл крышкой и дал какое-то время пару увлажнить вот эту вот смесь. Как вы видите, результат получился нормальный. Таблетки стали лепиться. Вот. До этого ничего не получалось. После увлажнения смеси таблетки стали более-менее обретать форму. Процесс длится недолго, буквально там несколько минут, и потом снова все высыхает. Опять приходится ставить. Вот. Но, тем не менее, таблетки получились. Вот. А теперь давайте посмотрим, как они будут работать непосредственно в воде. Так. Итак, давайте теперь посмотрим, что будет у нас с нашей кормушкой и с нашими таблетками, если они попадут в воду. Значит, рекомендуется при забросе кормушек фидерных использовать не на каждом забросе, а хотя бы каждую третью, там, каждую четвертую кормушку вот с такой таблеткой. То есть, не подряд. Сейчас мы наберем сюда вот корм. Смотрите. Чтоб тут не сыпалось. Вот я забиваю корм. Сюда помещаю таблетку и сверху сейчас еще корму делаю над ведром, чтобы не рассыпать. Ну, давайте аккуратненько вот так вот я сейчас помещу. Вот, посмотрите, какой эффект пошел. Для сравнения, рядом бросаем вот в стакан. Для ловли уклейки. Если вы ловите уклейку, закатали несколько шариков вот с такими таблетками, этот гейзер будет работать изумительно. То есть уклейка будет собираться вокруг вот этого мутного пятна. Лещ, карась, карп также будут стоять, потому что вот эти частички, они очень хорошо бурлят, играют. И учитывайте, это еще в банке нет течения. А в естественном водоеме, даже на обычном озере, если там отсутствует течение, все равно идет перемещение слоев воды, небольшой ветерок там и так далее. Все равно это все вот так разлетается. Здесь я забил кормушку неплотно, для того, чтобы продемонстрировать в банке, естественно, на водоеме, мы будем делать шарик еще плотнее. Вот давайте сейчас я попробую сделать. Давайте сделаем шарик, и вот в этот шарик поместим таблетку. Допустим, мы пришли уклейку ловить. Да, вот сделаем такой шарик. Все, и вот здесь давайте стакан кинем, чтобы нагляднее было. Поначалу, естественно, ничего происходить не будет, потому что у нас таблетка запечатана глубоко внутри. Вон, капнула вода, все, реакция пошла. Видите? Вот, таблетка глубоко внутри, но как только начинает... Сейчас перемещу. Сейчас перемещу. По мере того, как прикормка начинает распадаться, и таблетка оказывается в воде, то процесс начинается очень бурно. Давайте мы сымитируем, чтобы ускорить время, что вот дошло у нас до таблетки. Все, и пошло. Видите, какая реакция. Настоящий гейзер, настоящий вулкан. Надеюсь, информация была полезной, друзья. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке, подписывайтесь на мой дзен. Всем добра, всем позитива. До новых встреч на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова